Слушание дела Пушкарёва началось во Владивостоке. В производстве судей Ольги Олесик находится гражданское дело по иску заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня, который, к слову, подал в отставку 21 января 2020 года о солидарном взыскании с бывшего главы города Владивостока Игоря Пушкарёва и восьми соответчиков в пользу государства более 3 миллиардов рублей. Как суммы дохода по заключенным в период с 2008 по 2015 годов с МУП в дороге Владивостока контрактом. Несмотря на то, что до начала слушания председательствующий судья объявил, что процесс открытый, в зал большая часть журналистов пройти не смогла. Судебные приставы, выполняющие поручения судей, не объяснили, чем вызван запрет. Снимать и фотографировать первое заседание суд не разрешил, чтобы не отвлекать участников дела, но позволил снимать зал до начала слушаний. Напомним, экс-мэр Пушкарёв ранее был доставлен в СИЗО Владивостока из Москвы. Лично Игоря Пушкарёва в суд не привезли. Вместо этого в зале судебных заседаний на первом этаже настроили конференц-связь из СИЗО. Напомним, после того, как Игорь Пушкарёв был осуждён Тверским судом на 15 лет колонии и 500 миллионов рублей штрафа, стало известно о новом иске от Генпрокуратуры, поданном заместителем генерального прокурора Гринем. Иск предъявляется к Пушкарёву и ещё восьми соответчикам. Основанием послужили, цитируем, выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения дороги Владивостока с компаниями его брата, группа компаний «Восток-Цемент». Ничего сверхъестественного не произошло, за исключением того, что только огласили иск. Теперь мы точно знаем, что действительно беспрецедентный в России иск предъявлен. Цена этого иска 3,2 миллиарда рублей и в качестве соответчиков многочисленные, многочисленные компании, которые никакого отношения к никаким к уголовным делам только не имели. Вот такая вот история. А подскажите ещё ситуацию по обеспечительным мерам и возможному... Просто самоизоляция, да. По обеспечительным мерам, как я понял, так сказать, из того, что говорилось в ходе судебного процесса, обеспечительные меры наложены, соответственно, имущество арестовано, но деятельность предприятий не приостановлена. Они продолжают, слава богу, ещё пока работать, да, и мы ждём решения Приморского краевого суда в апелляции. До этого решения первой инстанцией будет этот суд отказался, точнее говоря, отложил пока рассмотрение отмены обеспечительных мер до решения краевого суда. Восьмой канал продолжает следить за ситуацией в деле Пушкарёва. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.